Здравствуйте, я вас любезно приветствую. Сегодня у нас с вами второй образовательный видеоматериал. И поговорим на очень важную и интересную тему. Я более чем уверен, что эта тема актуальна для каждого человека без исключения. И это тема страха. Именно сегодня я дам вам несколько практических рекомендаций, как вам научиться свои страхи преодолевать. Давайте, скажем так, поделим страхи на два типа. Рациональные и иррациональные страхи. К сожалению, огромному у нас преимущественно иррациональные страхи. Потому что мы боимся сделать звонок, мы боимся выступить публично. Что про меня подумают, что про меня скажут, а вдруг у меня не получится. А если у меня не получится, то что про меня подумают. Понимаете, а если я преуспею, если у меня получится, то тоже что про меня подумают. В общем-то, огромное количество совершенно иррациональных страхов, надуманных страхов, которые так или иначе человека блокируют, которые так или иначе не дают человеку добиться результата, добиться поставленных перед собой целей и успеха в жизни. Потому что, допустим, возьмем специфику вашего бизнеса. Если мы хотим преуспеть в этом бизнесе, нам необходимо коммуницировать с большим количеством людей. Нам необходимо звонить, встречаться, проводить презентации, проводить бизнес-встречи, выступать публично. Так или иначе, это коммуникация с другими людьми. А если в нашей голове живут иррациональные страхи формата «что про меня подумают?», а вдруг я кому-то не понравлюсь, а вдруг надо мной начнут смеяться. Если в сознании человека живут эти страхи, можем ли мы говорить об успехе в бизнесе? Увы, не можем. Мы можем говорить об успехе в бизнесе только тогда, когда мы проделаем необходимую терапевтическую работу, чтобы эти страхи преодолеть. Поэтому вот почему я говорю, что данная тема является критически важной. Смотрите, сейчас разберем несколько важных моментов. Первое. Давайте поговорим о том, что вам даст преодоление страха. Преодоление страха вам даст свободу, преодоление страха вам даст уверенность, преодоление страха вам даст результат. Три ключевых пункта. Свобода, уверенность, результат. Мы не можем быть свободными, пока мы в страхе. Пока страх нас блокирует, с одной стороны, хочу добиться здесь успеха, но боюсь сделать звонок, страх блокирует, нет свободы. Как только мы начинаем преодолевать страх, мы начинаем делать действия, действия начинают приносить результат у нас, что появляется? Уверенность. Я могу, я молодец, я преодолел свой страх, который еще вчера меня полностью блокировал. И третье, это все приведет вас к великолепным результатам, к достижению поставленных перед собой целей. В целом, к успеху в вашем бизнесе. Поэтому очень важно для себя понимать, что это вам даст. Это вам даст свободу, уверенность и результат. Следующее, как преодолевать? Изначально нужно понять, что есть две базовые реакции. Первая базовая реакция, реакция беги. Другими словами, у меня есть сейчас раздражитель, есть источник моего страха. Нужно сделать что-то, чтобы мне с моим страхом не сойтись лицом к лицу. То есть, другими словами, если я понимаю, мне сегодня нужно сделать несколько важных звонков, да, мне сегодня нужно рекрутировать, мне сегодня нужно делать бизнес-встречу, а я ее боюсь как огня, значит, нужно сделать как-то так, чтобы я не позвонил. Не могу, дела, не получается вообще в целом что-то придумать, чтобы не столкнуться, а, как говорится, со своим страхом, с глазу на глаз. Это реакция беги. Проблематика реакции беги. Быстрое положительное подкрепление. Что это значит? Как только вы понимаете, у меня сейчас звонок страшно, знаете, ножки трясутся, как только вы избегаете этого звонка, идет быстрое облегчение. И ваш мозг делает сразу фиксацию. Это действие приводит к быстрому облегчению. И, как говорится, все равно. Это успешное поведение, либо же совершенно неуспешное поведение, уже не играет роли быстрое избавление от страха. Увы, такие примитивные механизмы работают у нас в голове, да. Поэтому, очень важный момент, если мы хотим преодолеть страх, наша задача и работа сводятся только к реакции бей. Что такое реакция бей? Это подготовка. Я понимаю, что это для меня дискомфорт. Поэтому мне нужно правильно подготовиться. Вопрос как? Первое. Всегда понимать зачем. Всегда понимать, зачем мне преодолевать мой страх. Всегда понимать для себя. Потому что вы себе скажете, мне нужно преодолевать страх публичных выступлений, да потому что я в этом бизнесе вижу себя успешным человеком. Я вижу себя топ-топ-топ лидером в стране. Понимаете? И, конечно же, для вас это мощный мотив, мощный аргумент с вашим страхом поскорее расправиться. Чтобы вы все как бы забыли, как страшный сон. Первый очень важный момент, всегда помнить мотив. Второй очень важный момент подготовки заключается в вашей экспертности. Ваша экспертность это когда, допустим, вы знаете, как выступать публично, вы знаете, как звонить, вы знаете, как продавать по телефону, вы знаете, каким образом вам работать с возражениями. Другими словами, ваша подготовка сводится к тому, чтобы по ключевым вот этим вот моментам, да, по ключевым направлениям, которые так или иначе влияют на успех в вашем бизнесе, вы повышали ваши знания, вы повышали вашу компетенцию. А это вопрос постоянного и перманентного развития. То есть, когда вы постоянно учите, учите, учите и практикуете новую информацию. И это ваша подготовка. Третье, помните, что не так страшен черт, как его рисуют. Порой нам, когда мы не столкнулись лицом к лицу с нашим страхом, нам кажется, что этот страх это просто катастрофа. Нам кажется, что публичное выступление на 100 человек это равносильно расстрелу, понимаете. А вам кажется так только до того момента, пока вы не сделали первый шаг на сцену. Когда вы сделаете первый шаг на сцену, возьмете микрофон и скажете три слова, вы поймете, что это на расстрел как-то не сильно похоже. Да, и да, сложно, да, впервые, да, немножечко дискомфортно, но вполне себе нормально. Третий важный момент, дамы и господа, помните. Не так страшен черт, как его рисуют. Наша задача столкнуться со страхами, понять, что этот страх всего лишь надуманная вами же история. Для того, чтобы вы с этим страхом столкнулись, реакция бей, то есть когда вы говорите, понимаете, я бы из публичных выступлений, вы подготовились, взяли тему и пошли на сцену. При этом все, вы должны понимать, что не всегда будет положительная реакция и у вас не все будет получаться сразу. Вы должны себе это сказать. Я хочу преодолеть свой страх. Я сейчас буду звонить и я понимаю, что мне могут отказать. Ничего страшного. Рано или поздно я приду к тем желаемым результатам. Да, рано или поздно я буду продавать по телефону великолепно. Например, вы себе можете сказать, я понимаю, что я хочу добиться успеха в своем бизнесе и мне необходимо делать публичные выступления. Но я боюсь микрофона как огня. Вы дома немножечко репетируете. Представляете, как вы выходите на сцену. Вы для себя формируете как бы сценарий вашей реакции бей. И вы говорите себе, я даю отчет в том, что мои первые выступления могут быть далеко не самыми успешными. Но ничего страшного. Это все навык, который великолепно тренируется. Другими словами, вы сами с собой ведете диалог и готовите себя к реакции бей. Вы не ждете быстрого результата здесь и сейчас. Вы говорите себе, я готов подождать и поработать на результат. Но избавиться от этого страх. Следующая важная рекомендация, дамы и господа. Когда вы понимаете, что вам сейчас делать сложный звонок, вам выходить на сцену. И вот в этот самый момент вы испытываете страх и знаете, не можете найти себе места. Вот во рту пересохло, не можете найти себе места. Постоянно двигаетесь, это избыток адреналина у вас в крови. Я вам дам несколько рекомендаций, которые можно сделать. Первое. Этот избыток можно немножечко снять. Каким образом? Примите определенное статическое положение. Например, если вы понимаете, так, у меня сейчас презентация перед моими бизнес-партнерами. Нужно выглядеть молодцом. Ну страшненько, да? И избыток вот этого нервного напряжения в руках и в теле присутствует. Примите какое-то статическое положение. Например, упор лежа, когда вы сели. Просто постойте в статике 30 секунд, а то и минуту. Что это дает? Это сбрасывает вот эту негативную энергию. И вы знаете, вот этот определенный тремор, который есть в теле. Поверьте, это великолепно работает. Вторая важная рекомендация. Помните, влияйте на состояние вашего психического состояния, влияя на состояние вашего физического состояния. Каким образом? Дыхание. Это просто золото контроля. Потому что в момент страха что происходит? Учащается сердцебиение, вы начинаете очень активно дышать. Соответственно, вы начинаете активно дышать, больше кислорода приходит, и вы узнаете так. На взводе контролируем дыхание. Медленные цикличные вдохи, на 8 на 10 секунд, и на 8 на 10 секунд выдохи. Это великолепно работает. Но это нужно делать в те моменты, когда вы вот-вот столкнетесь с вашим страхом. Я даю вам реально практические рекомендации, которые сильно работают. Потому что вы дома, допустим, делаете, в офисе дома, делаете для себя план, как нужно бить свой страх, как вы будете к нему, с ним встретитесь лицом к лицу. Но когда вот момент встретиться, стрёмненько, немножко страшно. И чтобы вы всё-таки реализовали то, что вы для себя спланировали, себя нужно на физическом и ментальном уровне успокоить. Каким образом? Статическое положение, сброс негативной энергии, сброс избытка адреналина. И второе очень важное правило – это дыхание. Медленно дышите, контролируйте вдох и выдох. Тем самым вы успокаиваете своё физическое тело и свою психику. Да, вот этот эмоциональный накрут. Дамы и господа, теперь нам тему борьбы со страхом необходимо закрепить. Вот здесь я вам текстово продублирую, что нужно сделать. Первое. Вы пишите какой-то из своих страхов. Один. У вас разные страхи. Но вы пишите, допустим, боюсь звонить по телефону, боюсь проводить бизнес-встречи, боюсь выйти на сцену. Вы пишите ваш страх. Второе. Почему вы боитесь? Потому что звонить по телефону – это всего лишь как бы ситуация, которая связывает вас с поистине вашим страхом. Я боюсь неодобрения, я боюсь, что про меня подумают, я боюсь критики, я боюсь, что меня будут высмеивать и так далее. Вот вы пишите конкретно, чего вы именно боитесь. Третье. Подайте это всё дело критике. Так ли страшен чёрт, как его рисуют? Да, так ли действительно вам кажется, что это является катастрофой? Четвёртое. Опишите ваши действия избегательного поведения. То есть, какую модель избегательного поведения вы ранее предпринимали, чтобы с вашим страхом не столкнуться. И пятое. Сформируйте для себя план реакции Бей. Как вы будете и как вы сейчас планируете работу по преодолению вашего страха? Каким образом вы будете наступать на ваш страх? Вот прям пропишите. 1, 2, 3, 4, 5. Что вы сделаете для того, чтобы ваш страх преодолеть? Сегодня у нас был второй образовательный выпуск, дамы и господа, из того длительного цикла образовательных видеоматериалов, которые я для вас совместно с компанией Reflame готовлю. Сегодня мы поговорили касательно страха. Помните то, что страх преодолим. Помните то, что ключевой проблемой, когда мы испытываем страх, является наша драматизация. Нам кажется, что всё это катастрофа, но нет, это не катастрофа. И на самом-то деле наш страх сильно преувеличен. А также знайте то, что лучшее избавление от страха, это столкнуться с вашим страхом лицом к лицу. Безусловно, к этой встрече, сложной встрече, необходимо подготовиться. Но если мы хотим преодолеть страх, нам нужно с ним хотя бы один раз столкнуться. И только тогда мы поймём, что наш страх далеко не так страшен, как нам кажется. Соответственно, если мы хотим преодолеть страх, модель реакции Бей. Теперь подготовка и ещё раз подготовка. Это то, что позволит нам преодолеть наши страхи. Благодарю вас за внимание. Применяйте тот контент и ту практическую информацию, которую вы получили в этом выпуске. И планомерно справляйтесь с вашими страхами, которые не дают вам во многом жить свободно. И добиваться, если мы будем говорить с точки зрения бизнеса, добиваться высоких результатов. Потому что страх ограничивает вашу результативность.